СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ КОНТРЕВОЛЮЦИЯ Ну, прежде всего, мы должны сказать, что слово «революция» употребляется не только по отношению к каким-то политическим процессам, а в том числе широко применяется и в других случаях. Например, говорят о промышленной революции, да? Что такое промышленная революция? Ну, вот мы про неё знаем, что когда была промышленная революция, был гигантский скачок в производительности труда. То есть не на 3, не на 5, не на 7 процентов, а на тысячи процентов. Потому что промышленная революция была связана с освоением новой техники и с переходом от ручного труда к машинному. Это раз. Во-вторых, много разговоров сейчас о научно-технической революции. Что такое научно-техническая революция? Её можно понимать как революция науки, которая привела к каким-то изменениям в технике. Тогда она не научно-техническая революция, потому что, если в технике изменений нет, то выходит, что крупные, так сказать, какие-то скачки и целые перевороты в науке, они не отразились на развитии производства. Поэтому, если определять научно-техническую революцию, надо её определять как такой переворот в технике, который явился результатом применения достижений науки. Вот если в результате применения достижений в науке произошёл переворот в технике, тогда можно говорить о научно-технической революции. Вот если мы возьмём такое определение научно-технической революции, то под него не подпадают те процессы, которые сейчас идут в экономике современных государств и современных стран. В целом, темпы роста производительности труда невысокие. По-прежнему, как главным способом изготовления продукта является либо резание, либо ковка и штамповка. Надежда на то, что у нас скоро будут изготавливаться продукты методом спекания из металлического порошка, это было бы уже без стружки, без больших потерь и так далее. Ну, надежды пока эти не оправдываются. Это ничтожный процент таких вот технологий, таких производств. Ну вот, скажем, много пишут о том, что вот с помощью 3D-принтеров некоторые можно вещи изготавливать. Они очень медленно работают. Это длительно, длительно эта капля наносится в соответствующее место, и долго все это снует, этот принтер. Можно его посмотреть. У нас в Политехническом университете есть такой технопарк, в котором молодые ребята этим как раз занимаются. Давайте, знаете, показывают эти самые 3D-принтеры и детали, изготавливаются там, ну, типа шестеренок пластмассовых. Вот, методом нанесения новых слоев каждый раз на нужную точку, как раз нужной той, это требует известной точности. И аккуратности требования очень высокие. Производительность невысокая, очень невысокая. Ну, и понятно, что не все вещи можно из этого изготовить, потому что так изготавливают пластмассовые вещи. Поэтому, если речь идет не о пластмассовых вещах, а о металлических, то таким способом уже это не получается. Поэтому, несмотря на большую литературу в отношении научно-технической революции, ну, никакой научно-технической революции на самом деле нет. А разговора на эту тему очень много. И чем больше разговоров, тем ниже темпы производительности труда. У нас разговоры в нашей стране про научно-техническую революцию и про ее гигантский разборот начались с того момента, когда резко упали темпы роста производительности труда. Ну, скажем, производительность труда в 50-е годы у нас в СССР была 10%. Сейчас скромно пытаются умалчивать вообще о каком это ни было проценте роста производительности труда. Экономика находится в режиме нулевых темпов роста. Но поскольку производительность труда может расти и тогда, когда объемы производства не растут, при уменьшающихся объемах производства, все равно производительность труда в какой-то мере растет. Но о высоких темпах роста говорить не приходится. В связи с этим, как всегда бывает в случае шумных кампаний, встает вопрос, а кто придумал-то вообще эту идею научно-технической революции, кто ее излагал? Ну, выясняется, что основная масса населения этого не знает, не предполагает. Вот такую идею выдвинул Бертран Рассел. После нее было много-много всяких писаний. И в основном революция в выпуске книг, статей и работ про научно-техническую революцию и ее гигантский разворот. Если бы еще к этому развороту и действительный рост производительности труда, так и этой бы идеи не было цены. Означает ли это, что не может быть научно-технической революции? Не означает. Просто нужно относиться к революции как к революции. То есть, думайте, что это не рядовое понятие для каких-то частных изменений или изменений в управляющем устройстве тех или иных станков. А это, ну, такое крупное очень понятие для очень серьезных процессов. И мы не можем любой скачок называть революцией. Ну, первое, что приходит на ум, когда говорят о революции, что революция – это скачок. Присутствующий кто-нибудь может сказать, что такое скачок? Резкое изменение. Резкое изменение, да. Ну, в принципе, это правильно. Гегель дает такое определение скачка. Скачок – это перерыв постепенности. То есть, идет процесс постепенный, постепенно нарастающий или постепенно убывающий. Вдруг раз – и амплитуда изменений резко возрастает. Это вот называется перерыв постепенности. Пример. Берем чайник электрический, наливаем в него воду, и начинается процесс нагревания этой воды. Сначала вода холодная, потом она становится теплой, потом начинается шум. Шум – это резкое изменение или не резкое? Молчала вода, а теперь зашумела. А чего она шумит? А почему вода вообще шумит? Можете кто-нибудь сказать? Потому что пузырьки с более горячим слоев переходят к слоям с более низкой температурой. И тогда? Они захлопываются. Да, ну вот, захлопываются, и в связи с этим появляется этот шум, но это не скачок, правда? И вот, наконец, раз, и вода начинает превращаться в пар. А вот превращение воды в пар, то есть в газообразное состояние, это уже скачок. Ну а если мы дальше будем нагревать этот пар, что будет? Газ. Вода как газ, если ее нагревать. Она будет иметь все больше и больше температуру. Есть такое название – перегретый пар. Он используется в производстве, в технике, в ряде технологических процессов. И что дальше? Так и будет все больше и больше температуры, и что? Что вообще означает увеличение температуры? Увеличение скорости. Увеличение скорости движения молекул. Ну, дескать, они все больше и больше двигаются. Ну, до бесконечности эта скорость молекул не может быть увеличена, правда? Что происходит при столкновении молекул, если скорости все больше и больше? Разрушение. Может быть, произойти разрушение. И вот начинается разрушение молекул и переход в атомарное состояние. В атомарное состояние и может при дальнейшем нагревании пройти известное разрушение и атомов. То есть, у вас вода переходит в состояние атомарное. Есть просто атомы водорода, атомы кислорода и частицы. И вот это состояние как называется? Плазма это называется. Плазма. Вот состояние плазмы. Тут тоже скачок происходит, когда вода из состояния газа переходит в состояние плазмы. И наоборот, если мы пойдем в другом направлении и рассмотрим вопрос о переходе из жидкого состояния в твердое, то это тоже совершается скачком. Вы знаете, что если, скажем, какое-нибудь горное озеро находится в положении, когда безветренность, и бывает, что температура понижается до минус один, минус два, минус три, минус четыре, до минус десяти. И вдруг пролетает птица, роняет веточку. И мгновенно, мгновенно, это горное озеро покрывается льдом. Скачок. Вот из этого следует такой вывод, что понятие революции, прежде всего, входит понятие скачка. Всякая революция – скачок. Но не всякая революция, не всякий скачок – революция. Вы же не можете сказать, что переход воды в пар – это революция. Или переход воды в лед, то есть в твердое состояние – это контрреволюция, правда? Никому в голову не придет так называть. То есть это, так не следует делать, соответственные понятия революции никак не сводятся только к резким изменениям. То есть оно обязательно резкое изменение – это во-первых. Во-вторых, что означает вообще революция, революция? Револьвер кто-нибудь видел? Представляете себе, как устроен? Чем он отличается, допустим, от нагана или от пистолета? Да. Да, вращается барабан. Вращается барабан, и после того, как вы сделали один выстрел, еще на, так сказать, поворачивается на определенный угол барабан, и уже револьвер готов к новому выстрелу. Револьвер означает переворот. Поворот, движение, вращение, переворот. То есть всякая революция означает переворот. Даже если мы хотим говорить о научно-технической революции, нам рассказывают, как там здорово, много хорошего, привезли, поставили, производят. А переворот где? Какой переворот? Как делали детали резанием сто лет назад, так и изготавливают резанием на станках. Станки только разные. Были станки, у которых при ведении движения обеспечивалось трансмиссией там в 19 веке, потом отдельные моторы. Теперь поставили еще систему управления. Но где переворот? Как резали, так и резали. Так стружку отделяет от них, так и отделяет. Второе. Ковка. И зачем штамповка? Имеется штамп определенный, имеется форма, и с помощью этой формы выбивается деталь. Где переворот? Нет никакого переворота. Там разные станки, которые разные в уровне, разные мощности и так далее. То есть все это сводится к количественным изменениям, а какого-то переворота тут нет. Поэтому означает ли это, что не может быть переворот? Может быть переворот. Я вот уже говорил об одном таком варианте, когда спекают, так скажем, порошок металлический и сразу получают готовые детали. Но это вот почти не распространено. Поэтому где-то для какого-то цеха, может быть, переворот, или даже для завода, а для того, чтобы можно было говорить о перевороте в производстве, для этого данных экономических нет. А данные для написания всяких статей на эту систему есть. Всегда можно написать и мечтать, и эти мечтания выдавать за действительность. Сейчас все время обсуждают, а что будет, что будет, если все будут делать роботы, будут ли классы? Ну, это примерно из того, что будет, когда нас не будет. Энгельс на эти вопросы отвечал очень просто. Там будут люди, не поглупее нас с вами, они разберутся. Поэтому говорить о таких вещах, для которых нет сейчас никаких оснований, люди не видят, что у нас сплошь и рядом используется ручной труд, не знают, что границей применения ручного труда является сама зарплата. Вот если зарплата низкая, кто будет применять технику, когда при низкой зарплате можно нагнать больше гастарбайтеров? Если вам маленькую яму надо выразить, надо два гастарбайтера. Если больше ямы – четыре. Если очень большую – четыреста. Зачем шагающие экскаваторы? Зачем их делать? А вот если у нас повышалась бы зарплата, а у нас снижается, у нас зарплата в 2016 году, составляла 92,5% от уровня 2013 года. Поэтому, при том, когда снижается зарплата, читать всякие рассуждения о том, что скоро рабочих заменят роботы, и об этом я регулярно читаю в нашей прессе, причем вроде бы и солидно, и в «Коммерсанте», и в «Российской газете», ну, это довольно смешно и наивно. Ну, вот мне приходится преподавать по пятницам журналистам. Я тоже пытаюсь привнести понимание того, в каком состоянии находится экономика, и что на самом деле происходит. Иначе журналисты начинают мечтать, и свои мечтания передают как, так сказать, истину, которая есть в самом производстве. Так, значит, можно сказать, что революция – обязательно переворот. А вот в чем переворот? Скачок – раз, переворот – два. В чем переворот? Ну, всякий переворот – это точно скачок, верно? Но не всякий скачок – переворот. А какой переворот? Что переворачивается? Когда речет о революции, скажи, пожалуйста, асоциально? А? Власть переворачивается. Да, власть – это правильно. Значит, власть была у одного класса. У какого? Значит, был господствующий класс, а другой класс был подчиненный. А теперь подчиненный становится господствующим, а господствующий становится подчиненным. Это подпадает под понятие переворот. Под это же понятие попадают под понятие переворота. Подпадают и военные перевороты, и дворцовые перевороты. Там меняется власть, но власть людей, представителей одного и того же класса. А если классы не меняются, классовый переворот не происходит, то это не революция. Поэтому отсюда вытекает следующий вывод. Мы таких вот переворотов, которые не являются революцией, видим очень много. Например, вот в Египте поменялась власть. Да? Бывшего президента посадили в тюрьму, и теперь там другой президент. Это что? Переворот? Переворот. А что, власть поменялась там, в смысле классов? Нет. Был там разный класс власти в Египте, так он остается. Или так называемые цветные революции. Какие мы уже знаем? Оранжевые. Тюльпанов. Роз. Так? И новые цветные. И что мы про них знаем? Ну, одна группировка меняет другую. Где-нибудь там, где речь идет о цветных революциях, поменялся класс власть? Нет. Нигде. Поэтому... Поэтому... А можно сказать, что там произошла контрреволюция? То есть, от власти стоял класс буржуазный. А что, пришли феодалы, что ли? Нет нигде уже феодалов? Нету в мире. Поэтому феодальные контрреволюции сейчас просто не может быть ну, в силу отсутствия класса феодалов. Я пробовал записывать феодалов. Еще феодалы записываются охотно, а вот уже в крепостные неохотно. А без крепостных, как-то эти самые феодалы... Ну, придется самим работать. Что за феодалы? Это они вместо того, чтобы ездить на балы, и ходят по полям и там изготавливают сельскохозяйственную продукцию. Как-то это уже не феодал. Вот. Хотя у нас есть монархисты, ряженые, которые ходят, изображают из себя. Некоторые даже спрашивают, а не будет ли у нас монархия? Монархия – это же явление феодальное. Поэтому, если не может быть уже возврата к крепостничеству, начиная к какой монархии, речи быть не может. Хотя что-то похожее, какие-то черты похожие. Вообще всякая власть, она как власть имеет нечто общее при самых разных формах власти. Правда? Допустим, казнокрады могут быть. Казнокрады феодальные, буржуазные и социалистические. Казнокрады, верно? Бюрократы тоже могут быть разные. Но из этого не следует, что это вот смена форм власти. Ну вот, мы подошли, следовательно, к тому, как вообще определить социальную революцию. Что такое социальная революция? Социальная революция – это… если это политическая революция, то это переворот в сфере политики. и такой переворот, который приводит прежде угнетённый класс к власти и превращает прежде господствующий класс в подавляемый. Вот тогда мы можем сказать, что это политическая революция. можно говорить о революции в широком смысле, которая захватывает процесс становления новой формации, как переход от одной формации к другой, когда на место одних производственных и связанных с ними отношений, а остальных общественных приходят прямо в противоположные отношения. Но при этом всё равно критерием отнесения той или иной страны к формации является власть того какого-то класса, того класса, который является правящим. Ну а может, можно считать, что прогресс обязательно революционный только может быть? Или это не так? Не так. Почему? Потому что есть ещё, кроме понятия революции, понятие эволюции. И не надо быструю эволюцию, если она быстрая, выдавать за революцию. А если, говорит, я быстрее ещё сделаю, ну быстрее сделаю, а если ещё быстрее, то ещё быстрее. Но и всё равно революции нет. То есть эволюционное развитие, эволюционное развитие, это, в общем-то, можно сказать, занимает основное время в истории, правда? А революция – это редкость. Всего революции может быть социально 4. А если, так сказать, укрупнить понимание революции, скажем, считать, что вот есть два всего типа общества. Или общества, основанные на общественной собственности, или общества, основанные на частной собственности. На общественной собственности основан первобытный, общинный коммунизм и коммунизм, вышедший из капитализма. А на частной собственности основаны рабовладение, феодализм и капитализм. Тогда можно движение истории изобразить таким образом, что вот сначала имеет место первобытный общинный коммунизм, то есть общество строится на общественной собственности, потом общество, оставаясь обществом, строится на противоположной основе, на частной собственности. Это рабовладение, феодализм, капитализм. Это отрицание общественной собственности, или первое отрицание общественной собственности. А потом происходит второе отрицание. Отрицание уже частной собственности, поскольку частная собственность вступает в резкое противоречие с общественным характером производства. Что мы сейчас наблюдаем? Мы сейчас наблюдаем такую картину, когда все производство во всем мире носит высокоразвитый общественный характер, в то же время, скажем, собственники, они вполне сейчас могут обойтись без участия в производстве. И производство без этих собственников, потому что все делают менеджеры. И, конечно, собственник может сам на себя возложить функцию менеджера. Но это, скорее, уже исключение, чем правило. То есть, собственники уже превратились просто в социальных паразитах. Как это выражается на примере нашей страны? Ну, в нашей стране все, все от самых нижних слоев до самых верхних говорят, что с экономикой у нас не очень. Не очень. Я только что говорил о том, что, скажем, заработная плата падает. Доходы граждан тоже падают. То есть, доходы граждан в 2016 году составляют 90,5% от того, что было в 2013 году. При этом процент долларовых, количество долларовых миллионеров и долларовых миллиардеров в нашей экономике растет. Причем мы по этому показателю обогнали весь мир. И очень сильно обогнали. Скажем, если в мире за прошлый год количество долларовых миллионеров выросло на 3%, то в России на 10%. В Европе снизилось на 4%. А если мы возьмем такой показатель, как прирост долларовых миллиардеров, то в России за прошлый год на 11%, больше, чем даже долларовых миллионеров. Мы впереди планеты всей. то есть на сегодняшний день в экономике дела могут идти плохо. Ну, плохо для кого? Для некоторых товарищей. Плохо для тех, кто не является миллиардерами или миллионерами. А для других очень даже хорошо. И, как вы понимаете, никто из нас миллионеров и миллиардеров не может выхвалиться какими-то крупными достижениями в развитии экономики. Назовите мне, какие достижения в развитии тех, какие заводы построены, какие новые научно-технические достижения внедрены, где там, скажем, роботы на этих производствах. Назовите мне таких миллиардеров или миллионеров наших, которые могут, ну, скажем, не похвастаться, а просто нас проинформировать об этом. Это говорит о том, что на сегодняшний день во многом капитализм в России носит паразитический характер. Это не значит, что тут работают задние паразиты. Паразиты как раз не работают. Паразитический характер в том плане, что наибольшие доходы получают те люди, которые, собственно, ничего не делают для производства. А вот уже если вы возьмете менеджеров, ну, вот, они и организуют производство. Мы можем сказать, что доходы у наших топ-менеджеров достаточно высокие. Например, в той же Роснефти члены правления получают 24 миллиона в месяц. В «Газпроме» – 15 миллионов в месяц. В «Бедняки» – в ОРЖД всего лишь 5 миллионов в месяц. Вот по Сбербанку, в котором все старушки хранят свои деньги, на случай, что заболеют, а, может быть, и гробовые собирают. В Сбербанке, у меня свежих данных нет, но вот по Седьмому году члены правления получали 3 миллиона 700 тысяч. А когда в 2008 году начался кризис экономический, ну, как-то вот им стало хуже. Они, правда, если на других предприятиях сразу начали увольнять работников, тут члены правления прибыли. На три человека. Надо как-то спасать товарищей своих на три человека, а вот доходы снизились на 300 тысяч. И стало не 3 миллиона 700 тысяч, а 3 миллиона 400 тысяч. Вот у вас бы на 300 тысяч доходы снизили бы за месяц, вы бы не улыбались, как сейчас. Вы бы плакали горько. Представляете, как люди страдают. Вам не понять, с вашей стипендией вообще. Я не знаю, как вам вообще понять, как горюют люди. Так горюют. Такие сейчас трагедии, страшные просто. Страшные. Это ужас. Вот. Так что мы видим, что противоречие очень острое. Но сказать, что у нас где-то похоже на революционную ситуацию, нельзя сказать. То есть, вообще, революция, это дело очень редкое в условии в истории. И для того, чтобы произошла революция, почему и отвечают вот 100-летие революции, мы сейчас отмечаем. Вот как разные отмечают по-разному. Те, кто одни горюют по поводу этой революции, что, дескать, вот из-за этой революции мы раньше могли бы начали становиться миллиардерами или миллионерами, а она нас, так сказать, остановила, задержала. Другие жалеют, что эта революция потом потерпела поражение, поскольку они теперь волочат нищенское существование. Но, во всяком случае, все и на всех уровнях это отмечают. Одни с радостью, другие с ненавистью и так далее. Вот я, кстати, имею честь вас как председателю комитета международной конференции Ленина, социалистической революции и современности пригласить вас на конференцию в эту субботу в музей, как музейщиков, в музей Шалаш в Разливе. Значит, там будет международная научно-практическая конференция, она очень оригинально делается, это само по себе учреждение государственное Санкт-Петербургский историко-культурный музейный комплекс в Разливе. Вот. А повезут туда участников от Черной речки, сбор в 9.45 у метро Черная речка, повезут туда на автобусах, которые принадлежат крупнейшему нашему капиталисту третьему парку. Вот если вы знаете автобусы, микроавтобусы, у него второе место по объему капитала. На первом месте другое предприятие. Третий парк на втором. И там третий парк в ресторане Шалаш еще и фуршет будет давать пять часов по окончании конференции. Ну, поскольку этот музей в лесу, и туда никуда не пойдешь, кроме как в ресторан, а все-таки участники этой конференции вряд ли приготовились по ходу в ресторан, то третий парк делает фуршет за свой счет. И так это уже проходит одиннадцатый раз. Заместителем председателя оргкомитета является заместитель главного редактора газеты «Народная правда» товарищ Гавшин, полковник милиции. А членом оргкомитета является директор музея товарищ Коваленко Наталья Степановна. Вот такой оргкомитет, что я его председатель. И вот эта одиннадцатая конференция можно считать юбилейная юбилейная, потому что она совпала с юбилеем Октябрьской революции. Вот кто будет у нас перерыв, кто захочет получить пригласительный билет и поучаствовать, может взять и поучаствовать. Будут выступать крупнейшие ученые нашего университета, других вузов, политические деятели. В частности, Тейса доклада прислала Латвийская социалистическая партия, из Белоруссии приедет товарищ школьников, и греческая компартия прислала Тейса тоже свои. Ну и вот можно будет посмотреть с таким довольно любопытным событием. Пожалуйста. Так. Значит, сколько тогда получается революций, сколько может быть революций социальных. Ну вот мы как бы насчитали таких революций всего две, если так по-крупному брать, общество основанное на общественной собственности переходит к обществу основанное на частной собственности, это революция, переход от первобытного общинного коммунизма к рабовладению. И вот этот переход, который совершается от капитализма к коммунизму, этот переход тоже можно считать вот такой революцией, если рассматривать не переход как только от капитализма, а переход от общества основанного на частной собственности, к обществу, основанную на общественной собственности. Таких, с чего две, получается, революции, которые только и могут происходить. Некоторые спрашивают, а вот что будет после коммунизма? После коммунизма будет коммунизм. По той простой причине, что, согласно диалектике, вот есть первое отрицание. Это первое отрицание, то есть переход в иное, а потом второе отрицание, как бесконечное отрицание своего, вот этого бытия. То есть это не значит, что при коммунизме не будет отрицания, всё время будет отрицание частной собственности. То есть то, что было в революции, оно превращается в постоянный эволюционный процесс. И всё. Но если мы будем более подробно рассматривать формационное движение истории, то есть рассмотримые три общественно-экономические формации, которые основываются на частной собственности, это рабовладельческую, феодальную и буржуазную, или капиталистическую, то вот мы можем пересчитать, сколько может быть вообще революций. И получается, значит, первая революция – переход от первобытно-общинного коммунизма к рабовладению. И хотя вот рабовладение – это общество, основанное на частной собственности, раз, эксплуататорское – два, всё равно мы, как историки, должны сделать вывод, что это прогрессивный шаг в развитии человечества. Иначе так мы все были бы в состоянии первобытного. Для того, чтобы началось движение, быстрое движение истории, для этого необходимо разделение труда, которое дало толчок развитию наук, искусств и, соответственно, изготовлению орудий, которое потом уже шло неостановимо. Совершенствование средств производства, развитие производительных сил, которое приводило к этим самым скачкам, к изменениям и переворотам, которые являются революцией. Вот первая революция – переход к рабовладению. Вторая революция – переход от рабовладения к феодализму. Ну вот как-то иногда рассказывают, как будто это не революция, а просто вот распалась, упала древняя культура, набежали варвары, злодеи разрушили. Ну а как до нас это вот всё дошло? Дошли произведения философов, дошла математика, геометрия, вклида до нас дошла, и в школьне нам преподают. Значит, эти вот набеги варваров не уничтожили то, что было создано. Ну что-то потеряно бывает всегда в истории, при всех потрясениях. Ну а в целом можно сказать, что вот это новое общество феодальное, оно восприняло то, что было до этого. Ну и казалось бы, ну вот набежали варвары, ну а почему эти варвары не установили рабовладение? Почему они не встали на место рабовладельцев? В чём тут дело? Что такие уж совсем тупые варвары, не понимают, что надо хорошо иметь, быть правовладельцем. Гораздо лучше, чем быть помещиком. Но к этому времени производительные силы изменились настолько, что эти новые средства производства нельзя было давать рабам. Рабы относятся к средствам производства как к средствам своего порабощения. И поэтому ни о каком стимулировании, ни о каком развитии при рабском труде, строго говоря, не приходится говорить. И хотя уже были и научные достижения, и разработки в области изменения средств производства, но это не для раба. Поэтому нужно было освободиться от рабства и изменить форму зависимости. И эта форма была изменена. Что мы получили? Мы получили феодальную зависимость. В чём разница? Если раб был просто говорящим орудием, его можно было убить, и это предусмотрено законом. И это было исторически тоже вполне объяснимо. Если вот я здесь вот сижу как ваш раб, благодаря тому, что вы победили моё племя, и я являюсь орудием, мне вот разрешается поговорить, поговорить, а потом у вас у каждого есть меч, и вы уже решаете дальше, будет у нас второе занятие или нет, через перерыв. То вот уже при феодализме уже нет. Вы можете за плохую лекцию отправить меня. Куда? Куда? Куда отправлю? Помните, что говорил Некрасов? Вчерашний день, часу в шестом, зашёл я на Сенную. Там били женщину кнутом, крестьянку молодую. Ну, как бы воспитывали, чтобы она лучше работала. Ну, то есть сам барин, ну, зачем ему вот заниматься тем? Они же культурные люди эти, графы, вороны, князья. Ну, есть такая услуга, отправили на воспитание на Сенную, а потом получили обратно своего, крепостного или крепостную, и спрашивают, ну, как мы будем дальше работать? Лучше будем? Будем опаздывать на занятия или не будем? Будем вовремя приходить, скоро экзамены и так далее. Совсем другой разговор. Уже человека, как человека признают, он нельзя убить. Но истязать можно. В чём было богатство рабовладельческого общества? Богатство рабовладельческого общества – рабы. Правильно? Это главная производительная сила. Вот если у меня много рабов, я уважаемый человек. А если у вас мало рабов, я с вами даже разговаривать не буду. Вот у неё много рабов, мы вместе будем с ней иметь дело. Правильно? Вот. Это солидно. То же самое потом было в отношении богатства крепостного общества. Правда? Крепостнического, феодального. Вот если у вас много крепостных, с вами надо здороваться издалека. А у вас там что, сбоя? Ну и сиди там сзади. Приписывали даже себе. Мёртвые души в чём состоят? Приписывать надо. А вы напишите, что у вас 300. И садитесь сюда, будьте уважаемы. Это же колоссальная прогресса. Точно так же, как вот так получилось. Вот мы говорим, что к рабовладению переход это революция. Почему революция? Потому что до этого, ну вот скажем, вы меня завоевали. И дальше что? Дальше что будет? Вот я ваш этот, повергнутый, можно сказать, противник. Что дальше будет? Вы можете подумать о том, как вы меня приспособили, чтобы я что-то производил. Если я могу производить только на то, чтобы прокормить самого себя. Зачем я вам нужен? То есть поэтому на том уровне развития производительных сил, когда один человек мог произвести только для себя пропитание, невозможно было рабство. Невозможно. То есть только тогда может встать, такая мысль может быть, а может его не убивать, пусть поработает. Она может возникнуть тогда, когда я могу два и больше человек содержать. А в плен будете вы меня брать, если этого нет уровня? Не будете. Если меня возьмете в плен, вы меня будете кормить. Если я себя буду кормить, какой смысл вам брать меня в плен? А вы и сами себя будете кормить. И что вы еще должны тратить время на то, чтобы, значит, меня держать в плену, то есть охранять. А кто будет кормить тех, кто будет охранять? Нету таких людей. Поэтому никакое рабство невозможно, пока не достигнут такой уровень развития производительных сил, когда один человек может прокормить двух и более. и дальше, и дальше. Развитие производительных сил привело к переходу от рабовладельческой к феодальной формации. Как только появилась такая, такие средства производства, которые требуют другого производителя, который был бы заинтересован в этом. А почему крестьянин заинтересован? Потому что он работает этими средствами производства и на барщине, и может работать у себя на земле, на своей, которая ему выделена помещикам. Он заинтересован в том, чтобы хорошо работать. А если он будет плохо работать на барщине, ему не дадут возможности работать на земле, на своем участке. То есть он заинтересованный человек. Как заинтересованный человек, он может использовать эту технику. Ну, какую? На уровне сахи. Так, как вы понимаете, тракторов, комбайнов феодального общества не породило. Да какое общество может породить такой труд, который связан с инициативой, с знанием, образованием, культурой самого производителя? Нужен не темный крестьянин, забитый, безграмотный, а нужен свободный человек. Вот в этом колоссальный прогресс, поэтому буржуазная революция – это великая революция. Она великая, потому что она убрала форму личной зависимости вообще. Ни рабовладельческой, ни крепотнической, никаких зависимостей нет. Человек стал полностью свободным. Вот представьте себе, у меня есть средства производства, фабрика, а вы полностью свободны. Мы вместе с вами делали буржуазную революцию, потому что надо камня на камня не оставить от этих крепостнических отношений, которые вам не дают свободно работать, а мне не дают свободно вас нанимать на работу. И вот революция буржуазная свершилась. Она была народной. Почему народной? Потому что против крепостничества все крестьяне выступали, переместленники были не против, буржуазия выступала против крепостничества, и некоторые феодалы даже выступали против крепостничества. Если мы возьмем, скажем, наших декабристов. Народная революция. А в результате народной революции кто стал у власти? Какой класс? Ну, кто ее был, можно сказать, двигателем буржуазия? Буржуазия прежде всего. Рабочие нам нужны. Поэтому нам нужно победить в этой буржуазной революции. Мы победили. Крепостничество рухнуло. Теперь вы совершенно свободны. Единственное, вы не свободны от пищи. Так что вы сейчас подумайте, погуляйте тут. Если что, приходите, у меня работа есть. Но у нас все это общество по-новому построено. Никакой зависимости. Только на купли-продажи. Продаете свою рабочую силу. Мне, я ее покупаю и использую купленное в течение положенного числа часов. Какое было положено в России, например? В России до 1897 года не было законодательно утвержденной величины рабочего дня. Максимально. Сколько угодно можно. 14-16 часов был труд. И работайте свободно 14-16 часов. Не отвлекайтесь ни на что. Потом, после мощной стачки треугольной мануфактуры, рабочий день был установлен на уровне 11,5 часов в 1897 году. Так что работайте 11,5 часов, а потом в поле отдыхайте. Пожалуйста. Потом вы свободны. И у нас очень простые отношения. Вы приходите и предлагаете купить вашу рабочую силу. Что такое рабочая сила? Не знаете? Это товаров много. А какой товар? Какой это товар? Что это такое? Он выступает в качестве товара. У него какая потребительная стоимость? У каждого товара есть стоимость и потребительная стоимость. Рабочая сила. В чем ее потребительная стоимость? Потребительная стоимость это способность к труду. Поскольку труд создает стоимость, и стоимость определяется трудом, величина стоимости товара. Поэтому это такой товар, который может создавать стоимость. То есть я его купил тоже по стоимости, по стоимости. А сколько вы создали стоимость, это вас не касается, если вы в качестве рабочих выступаете. Правильно? Я купил ваш товар и использую его. А он создает стоимость. Вот мне, если мне удастся создать стоимость, с вашей помощью, конечно, большую, чем стоимость вашей рабочей силы, то это мое. Это прибавочная стоимость. А чему равна стоимость рабочей силы? Ну, как всякие товары. Это сколько нужно, это стоимость тех средств, которые нужны для его воспроизводства. Как вот стоимость определяется затратами на производство, а здесь вот затратами на производство тех других товаров, которые нужны для того, чтобы существовал работник и члены его семьи. И вот, допустим, вашу посчитали стоимость вашей рабочей силы. Вот у нас товарищи докеры при моем участии посчитали, сколько стоимость рабочей силы докера из условий, если работает один человек, один в семье, то 240 тысяч в месяц, а если двое, то 164 тысячи. 164. Это для нормального воспроизводства работника и членов его семьи. с учетом того, что, конечно, нормально, это и не один ребенок в семье, а сколько нормально. Нормально для развития России, для того, чтобы оно не сокращалось население, нужно иметь 2,4 ребенка на семью. Но 4,4 не рождается. Поэтому делаем вывод 3. Вот тут присутствующие все женщины подтверждают, что 0,4 не рождается. Ну или вот рождается и он говорит «хватит, хватит, вот уже». Это тот случай, когда дроби тут не проходят. Но если это семья с тремя детьми, значит, это какая квартира? Трехкомнатная. А вообще, если разнополые дети, то вообще это же трехкомнатная. Но мы считали на трехкомнатную. А трехкомнатную квартиру, человеку, у которого много денег, может пойти и купить сразу. А мы с вами, независимо от того, какой у нас перепад, по сравнению с вами, я вот прямо капиталист. А мы с вами что должны сделать? Взять ипотеку. А ипотека это одна квартира по цене трех. ипотеку. потому, потому что вы получите ипотеку. Тут даже на днях буквально вчера Владимир Владимирович выступил по поводу за то, что с микрофинансовыми организациями совсем не порядок. Хуже, чем старуха проценщица. А сколько процентов, как вы думаете, микрофинансовые организации берут? Он так и не назвал годовую норму Владимир Владимирович. Он говорит, что за месяц уже 11 процентов. А за год-то сколько? Не знаете? До двух тысяч процентов. То есть, ну, вот скажем, в Бирбанке, если вы берете, это там ну, 20 процентов, 21, 17 там есть процентов а тут две тысячи. Я проводил научный эксперимент, я же преподаватель. Пошел к Петроградской метро, а там как раз до зарплаты. Говорю, вот мне как раз деньги нужны, у меня тут зарплаты не будет целый год, задерживают. Мне нужно по 20 тысяч каждый месяц. Могу я у вас сейчас вот 20 тысяч получить? Не, говорит, не можете. Первый раз вы должны 10 тысяч только получить. Ну, хорошо, 10 тысяч я у вас сейчас беру и сколько тогда я должен заплатить через месяц? 20. Хорошо, говорю, а второй месяц вот я прихожу, а второй месяц вы уже можете 20 брать, пожалуйста. А сколько я должен заплатить? 30. Понял, а третий? А третий тоже берете, 20 платите, 30 берете, 20 платите, 30 берете, 20 платите, И так мы будем вам помогать. Я говорю, вы мне будете помогать? интересные люди. Ну, спасибо, говорю, я подумаю, пошел, вот я подумаю, вам рассказываю. А что-то я решил не пользоваться этим. По-моему, вот тут стоит ли помогать этим людям? И так много помогать, каждый месяц давать им 10 тысяч рублей, да? Это все равно, что каждый месяц будут давать ни с того, ни с сего этим 10 тысяч рублей. За что? Ни за что. Хорошо устроились. Их много, никто их не выгоняет. Нет, чтобы сразу этих жуликов сесть и в тюрьму. Нет. Потому что мы сейчас живем в обществе, где паразитизм приветствуется пока. Пока приветствуется. А если вы не паразит, кто вы? Ну, не буду говорить лох, лохиня. Но не уважают их все равно. Даже Пушкина приводит, золотая цепь надубитом. Не уважают. Или есть такой, ну, узовский анекдот, как встречается в заведующей кафедре математической и однокашники. И тот, кто с ним вместе рядом на пузопарте сидел в УЗе, в школе не мог умножить 2 на 2. Не знал, сколько будет 4. И тот, который заведует кафедре, слушай, ну, объясни мне, как ты стал таким крупным бизнесменом? Откуда у тебя такие деньги? Ну, тот говорит, за 2 доллара покупаю, за 4 доллара продаю и на эти 2 процента и живу. Видно, что уровень его математического образования не снизился с того времени. явно. Вот, то есть, вот свободные люди, люди стали свободными, причем буржуазная революция и другие свободы всякие сделали, что не надо церковь смешивать с государством, отделить церковь от государства, что никак не получается от нашей нынешней, нынешним, так сказать, некоторым деятелям. Вот наш уважаемый губернатор, хороший губернатор, но он как-то так любит эту церковь, что он даже не любит героев французской буржуазной революции. У нас же сейчас буржуазная была контрреволюция? Буржуазная. Но если буржуазная, надо чтить этих героев буржуазной революции. А кто у нас? Вот у нас был Марат. Марат. Улиса Марата есть? Есть. Хорошо. Но ее не применовывают, а то там она была раньше улиса грязи называлась. Поэтому в грязи как-то что-то не очень тянет. А набережную Рубиспера вот дорогой наш губернатор переименовал. Во что? В Воскресенскую набережную. Потому что там церковь стояла. Ну хорошо, это люди стоят у церкови. На здоровье. Мы не против. Выходите в эту церковь. Это частное дело уже. А тебя же поставили на государственную должность. В какой? буржуазном государстве. Ну надо как-то принципы Великой Французской революции это блести. Отделение школы от церкви и церкви от государства. Тут вот наши уважаемые руководители церковь чего-то отмечать. Там Пасху, не Пасху. И это все показывает. Вы верите, что они верующие? Религиозные. Религиозные вероятные. Религиозные вероятные. Но если вы на государственных постах и надо отделять церковь от государства, ну это где-то надо тихо сходить в церковь без помпы. Они же приходят и как таких называть? Подсвечниками. Так, а что, если вы считаете это государственной политикой, поддержать православную церковь, так, кто у нас еще? Какие еще религии есть? У нас же многонациональное государство, многоконфессиальное тогда получается. Вместо того, чтобы быть просто многонациональным, тогда многоконфессиальное так, а в синагогу вы шапочку-то наденьте и туда, вот там, где, около Мариинского театра, туда, сзади, зайдите. Вы не были в синагоге? Не забудьте, только шапочку наденьте. Так, а потом в мечеть надо идти. Так, а у нас еще есть буддийские храмы, ну, слава Богу, вот этих свидетелей иегов закрывают. Ну, как-то свободу им не дали тут. Закрывают правильно. У меня лично было с ним столкновение, с этим. Ну, такое мирное столкновение, мы работали в Ульяновке, но сувотники приходят, к нашим товарищам начали они приставать, дескать, а как вы там приходите, с книжками, новая книжка сразу. Что-то они их посылали ко мне, говорит, вот Михаил Васильевич, он Библию читал, к нему приходить. Приходят ко мне, а я продолжаю работать, там работа есть. Они говорят, а вы правда Библию прочитали? Говорю, да, прочитал. Ну, и что? Очень, говорю, полезная книга, невозможна. Историческая мудрость там заключена. Всем советую читать. Но не только ее советую читать, но ее тоже. Я говорю, а вы кто такие? А мы, говорит, свидетели ЕГО. Ну, вы видели его? Нет, не видели. Ну, раз вы не видели, вы же свидетели, идите отсюда. Они там книжки схватили и побежали. Ну, как-то мы будем так наводить, мы же как-то с вами научно все пытаемся подходить, да, разный это же прогресс же был? Ну, так что же обратно это все в реакцию? Мы вот только что разбирали прогресс-регресс, ну, как-то надо, чтобы прогресс шел вперед, а что же мы от этого у Дормана освобождались и обратно? Снова будем в него погружаться. Ну, что такое? С одной стороны, космические корабли летают, на Марс уже летают. Давай надо полететь еще дальше, чтобы посмотреть, нет ли там Бога. Правда? Так это можно долго искать, шарить по всей Вселенной и так, а он все дальше забирается, а мы все дальше его ищем. Ну и наконец, значит, после буржуазной революции, следующая революция, четвертая получается всего лишь, да? Раз, два, три, четыре. Револодельческая, феотальная, буржуазная и коммунистическая. Коммунистическая революция, которую отмечают. Она чем отличается от предыдущих революций, что она эксплуатацию убирает вообще. Паразитизм. Что такое эксплуатация присутствующая, могут сформулировать? Но мы тут стараемся на занятиях делать так, чтобы все какие понятия употребляются, они все определялись. Эксплуатация это что такое? Без чего? Так вы сейчас мой труд используете без оплаты? Так вы эксплуататор, я буду узнать. Он злодей какой. И сам сосед тоже у вас такой же? Тоже использует без оплаты? Я так понял, что вы где-то в перерыве принесете оплату, чтобы не быть эксплуататором. Или у вас просто нет их? Так может вас эксплуатирует кто-нибудь, что у вас нет ничего? Не, не пойдет такое определение, давайте определение другое. Тоже использование с целью получения прибыли. Ну, прибыль обязательно. Зачем нам прибыль? Я у вас деньги забрал, и все, и прибыль мне никакой не надо. Для прибыли надо производство вести. Зачем мне вести производство, когда вы и так мне деньги отдадите? Не надо никакой прибыли. Значит, вот точное определение эксплуатации это присвоение чужого неоплаченного труда. Чужого. Чужого. Потому что мамин труд-то вы используете, папин труд-то вы используете. И чем больше вы используете мамина и папина труд, тем больше они вас любят. Спрашивают, кто кого больше любит, дети родители или родители детей? Ясное дело, родители детей, а вам ваши дети отомстят. Но там нет эксплуатации. Когда мы будем эксплуатации? Чужие. Вот то есть речь о чужом обязательно труде. Ну мы сейчас вообще свои люди тут в университете. Какие тут оплаты могут быть? Там государство университет. Вы кстати не на платных форумах находитесь? Не на платном обучении? Бесплатно? Ну видите коммунизм в одной аудитории. Хотя у нас много заплаты учатся людей. И кто кого-то эксплуатирует. Учатся те, которые сами еще не трудятся, а только учатся. значит вот что такое государство? Государство это орган какого класса? Правящего буржуазного. Буржуазей эксплуатируют родителей. Взять надо с них денег. Раз у них деньги есть, взять их. Вот коммунистическая революция, она ликвидирует эксплуатацию, а неравенство она сама по себе революция ликвидировать не может. Почему? Потому что переход к другой власти только начало этого процесса. Потому что что нужно для ликвидации социального неравенства? Нужно ликвидировать неравенство между городом и деревней, людьми, физическим и умственным труда. Между мужчиной и женщиной тоже. Социальное. И как ее ликвидировать? Можно ликвидировать ее путем перехода власти в чьи-то руки? Невозможно. для того, чтобы ликвидировать неравенство между городом и деревней, надо развить производство в деревне, культуру и образование, которые не были бы хуже, чем в городе. Правильно? Это очень сложная задача. Для этого нужно не просто брать какие-то сельские районы и переводить их в Москву. Была Москва одна треть от того, что она сейчас представляет, а там перерезали еще две трети, и никто бы не бунтовал, потому что на 20% зарплата повышается москвичам по сравнению с теми, кто не москвичи. Раз, и все довольны хорошо. Есть такое предложение все сделать Московией нашу всю страну. Вы не против, если вы получите на 20% ваших родителей больше? Московии и все. У нас были и другие предложения. У нас на философском факультете был доцент Рюмин, он предлагал столицу перемещать. Вот ее один раз уже переместили из Петрограда в Москву. Так, оставили петроградских всех бюрократов и там постепенно завели уже новых московских. А он говорит, давайте мы Магадан столицу сделаем. Там пусть поедят. Хорошо. Итак, у нас городов же много. Вот, например, Нижний Новгород, там Кремль есть хороший. Никто его не брал. А Москву брал хант Ахтамыш. А в Нижний Новгород никто не брал. Вот там столица очень хорошая. Полудивосток отличная столица. Ханты Мансийск, Якутск, Новосибирск вышел, вот Сибирь, чтобы это все почему-то Россия должна прирастать. Кремль, ну, когда прирастет, вот, уже приросла. Почему бы Новосибирск могучий центр такой сделать и политический, и экономический. Пусть попробуют они дотянуться до нас. Так что надо вот думать на эту тему. Так, значит, вот определение мы эксплуатации дали, а современные эксплуатации можно провести довольно быстро, но у нас это не очень быстро произошло в Советском Союзе. Почему? Потому что был целый переходный период, правда? И в этот переходный период при НЭПе допускался не только частный труд, частный труд и потом допускался, а и даже троих можно было нанять рабочих, наемных. И пока одни наемные рабочие, а другие пользуются их чужим неоплаченным трудом, то есть они оплачивают часть труда, и это все понимают, что создает рабочий больше, чем ему платят за стоимость его рабочей силы. Поэтому вот эта часть неоплаченной прибавочной продукты или прибавочная стоимость, как стоимость прибавочного продукта, она переходит к собственнику средств производства. И это вот у нас завершилось в середине 30-х годов. И снова началось в начале 90-х. То есть оказывается перейти к коммунизму даже в первую фазу очень сложно. Или даже можно находиться в первой фазе и удержать это сложно. Ну и тем не менее вот у нас сейчас такая картина в мире, что совершается переход мира в целом к социализму. Социалистические революции прошли в целом ряде стран, причем если мы вычтем теперь те страны, в которых снова произошли контрреволюции, это почти все европейские социалистические государства. Кроме Советского Союза это и ну и тут много взять можно государств, поскольку Советский Союз был разделен теперь там на прибалтийские государства, которые теперь обслуживают европейцев, выезжают туда и можно сказать работают в качестве гастарбайтеров. Из бывших союзных республиков сюда приезжают люди тоже работают в качестве гастарбайтеров. Ну картинка примерно такая, что когда началось паломничество узбеков сюда, в Узбекистане платили средняя зарплата была 2000, у нас 20000. При таком перепаде всеми силами стремились сюда обязательно. Вот значит европейские страны в Польше социализм не был построен, там было частное сельское хозяйство, а вот в Венгрии ВДР Волгарии и Румынии был построен социализм социализм там развалился и там установлено буржуазные отношения. На Востоке другая картина. В Востоке я имею в виду Китай, ведь там Лаос и Корею. Там ситуация сложилась такая, что при капитализме они были или колониями, или полуголониями. И никаких перспектив для национального существования капитализм не давал и не дает. И то, что он не дает для маленьких государств никаких перспектив национального существования безопасного, подтверждает события в Ираке, события квадратная медицина, давали деньги молодоженам на то, чтобы они квартиру могли построить 160 квадратных метров. Прилетели, разбомбили, нету Ливии, нету. И все попытки на ее построить такое благоденствие на капиталистическом базисе, а именно там как бы в аренду у ливийского государства богатства нефтяные были взяты крупными империалистическими компаниями. В один прекрасный момент они решили, что хватит платить деньги за эти самые ресурсы, тем более нас, мы там все держим под контролем, прилетели, разбомбили, и там нет вообще государства. А беженцы, которые идут в Европу, ну кто их сделал? Их сделали те, кто бомбили. Беженцы, они же не побегут, пока вы не сожрете дом или не разбомбите дом, тогда появляются беженцы. До этого беженцев не бывает. Значит, на Востоке поэтому очень была расточенная борьба и в Корее, и в Китае, и в Лаосе, и во Вьетнаме. Вьетнам победил крупнейшую страну капиталистического мира, Соединенные Штаты Америки. Начало войны было после того, как вьетнамцы освободились от французских и японских. захватчиков и создали социалистическое государство. Американцы заняли юг, а по окончанию Вьетнама американской войны все американцы были убраться оттуда, и вместо разделенного Вьетнама на северо-юг появилась социалистическая республика Вьетнама. 92 миллиона человек. Уже она приближается к России. У России 150. 92 миллиона человек. Корея, в которой тоже участвовали, как вы понимаете, Советский Союз участвовал и помогал вьетнамцам средствами ПВО, а КНР помогала добровольцами. Корея тоже самое при нашей помощи и поддержке. С чего началась война, тем и закончилась. То есть так осталась Корея разделенной до сегодняшнего дня. Все пришлось восстанавливать из руин корейским товарищам, и они на сегодняшний день находятся в первой фаде коммунизма. Нету там частной собственности никакой, нету эксплуатации, и неравенство там небольшое. В том числе, вот я там был две недели в 92-м году, и все искала, есть там советы, как в России, нету там советов, как в России, но там есть вот такое интересное изобретение их, что все партийные руководители, все, и исключая одно лицо генерального секретаря, месяц в году должны отработать неосвобожденным секретарем в каком-нибудь колхозе, совхозе или на предприятии. То есть вместе с теми, кто там работает, не сидеть в кабинете, а идти и делать. Вот такой месяц такой работы, а 11 месяцев они потом освобожденные. Ну, а поскольку там вот рис, как вы себе представляете, как его сажают? В воду, вручную. Вот он месяц посажается на родном месте, и потом он уже так сказать 11 месяцев может отрываться, а потом снова придется ему вернуться и так далее. Поэтому есть там такое средство очень хорошее. А последняя революция была, самая последняя из социалистических была в в Лаосе. Там 6 миллионов человек. На Кубе была в 1057-1059 годах. Там 11 миллионов человек. В Корее 25 в Северной. В итоге можно сказать, что вот если мы возьмем эту цепь революции и контрреволюции, так Ленин и понимал мировую революцию, в этой цепи еще была социалистическая революция в Монголии и контрреволюция, которая была в Ельцинские времена, одновременно с контрреволюцией в СССР. В Китае тоже были все условия созданы для совершения такой контрреволюции. Но немножко по-другому там развивались события. Тогда, когда в Советском Союзе КПСС отказалась от главного в марксизме, от диктатуры пролетариата, без которой не может быть никакого социализма и никакого движения к полному уничтожению классов, в Китае от этого не отказались и подвергли критике Хрущева. Но уже начались когда горбачевские времена, в эти горбачевские времена тогдашний генеральный секретарь КПК Хуябан, он очень положительно отзывался о Горбачеве, о перестройке и, так сказать, налаживал с ним контакты, собрали палитбюро и выгнали его из генеральных зорей. Тогда появился второй генеральный секретарь, его называли Джао Цзи Ян. Это вы можете заглянуть в интернете, посмотреть, это любопытно. Джао Цзи Ян вышел на площадь в Тянь-Аль-Мынь, сегодня это понятно, что такое, тоже, что на Украине такой вот Майдан был, где требовали сделать те же самые реформы, как в России, как в Советском Союзе. Молодежь. Собрали и палитбюро, сняли этого Джао Цзи Яна с генерального секретаря с поста и посадили под домашний арест. Тюрьму не сажали, выловное дело не заводили, под домашний арест его посадили, и он в хорошем дворце в Пекине просидел 15 лет. Там же и умер. Поэтому китайские товарищи по этой дороге разрушения социализма не пошли. Вот такая ситуация. Ну, а мы, поскольку с вами изучаем, что такое революция, мы тем самым как бы заодно можем сказать, что такое контрреволюция. Это обратный процесс, когда возвращается прежний класс, а тот класс, который победил, терпит поражение. И поэтому баланс революции и контрреволюции, которые произошли социалистических или коммунистических, такой, что при этом всем балансе с учетом, так сказать, что произошла контрреволюция и в СССР, и в Монголии, и в Румынии, и в Болгарии, и в Югославии, и в Польше, и в Албании. Вот баланс таков, что в соц. странах на сегодняшний день живет 1 миллиард 512 миллионов человек из семи. Причем в Корее первая фаза построена, остальные в переходном периоде от капитализма к коммунизму. При этом самый крупный, самый крупный, экономически самый развитый является страной сейчас Китайская Народная Республика. доля Китая в воловом мировом продукте 17%, в Соединенных Штатах Америки 14%. И это изменило все, так сказать, можно сказать, движение в империалистическом мире. В империалистическом мире движение одно, несколько крупных государств давят всех остальных. За счет этого подкармливают свой рабочий класс, чтобы там не было революционных изменений, и, так сказать, на этом покоится стабильность. На сегодняшний день картина такая. Крупные буржуазные государства, а именно Россия, Бразилия, Индия, Южная Африка, они, убегая от этого империалистического давления, начинают соединяться в некие единые организации соц. странами. Как кто? БРИКС. Кто такое БРИКС? Это Бразиль, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Вот если вы возьмете Индию и Китай, то там получается уже 2,5 миллиарда, 2,6 миллиарда человек. Значит, сегодня подготовлены все документы, и в сегодняшней российской газете информация идет о том, что вот скоро будут приняты Шанхайскую организацию сотрудничества и Индия и Пакистан, при том, что Индия с Пакистаном имеют натянутые отношения, но они подписали все соглашения и выполняют все требования, которые не переносить свои там плохие отношения в ту организацию, в которую они поступают. И вот посмотрите, что получается, что буржуазные страны крупные, самостоятельные, Россия, Индия, Пакистан, Афганистан просится, не пускают, Иран просится, он еще пока не все там сделал, не пускают еще, не все согласны. Вот сейчас войдут туда Пакистан и Индия, ну, это будет вот такой союз очень крупный и большой. При этом в рамках этого союза по численности будет больше, чем 2,5 миллиарда и 24% выпуска мирового валового продукта. 24%. Поэтому мы вот наблюдаем картину сейчас такую нестандартную, не похожую на картину, так сказать, для обычного империализма. Я еще, так сказать, должен сказать, что на Кубе 11 миллионов человек еще живет в социалистической стране, там не посчитали миллиард 512. нас. То есть мы живем в таком переходном мире, где в старом, так сказать, мире, в мире буржуазном живет пока большинство, в новом, который движется к коммунизму, пока меньшинство, но такое очень ощутимое. и поскольку темпы роста социалистических стран значительно выше, чем темпы роста капиталистических стран, то происходит без всякой революции в эволюционном порядке изменение соотношения сил в пользу соц. стран. Вот, скажем, если вы возьмете темпы роста Китайской Народной Республики, 6,5 в них планируется, а сейчас 6,7. И если вы возьмете откройте интернет и посмотрите сколько у США 20% 20% собиралась с грустью констатировала, что надо вот чтобы существовать в современном мире надо иметь ну не менее 2% нету этих 2% нету этих 2% и у России и других многих стран нету этих 2% поэтому кризис про который говорят что он мировой он давно уже не мировой потому что мировой кризис затрагивает только мировые империалистические капиталистические державы и никак не затрагивает ни Китай ни Вьетнам ни Корею ни Лаос и так далее вот такая карта так перерыв дошли лавы и так далее мне и так далее и так далее и так далее Продолжение следует...